Одна из самых обсуждаемых сегодня тем, резкое ухудшение ситуации на востоке Украины. Шаткое перемирие сменилось регулярными и массированными обстрелами со стороны ВСУ, на которые защитники республик просто вынуждены отвечать адекватно. Если события и далее будут развиваться в том же ключе, дело неизбежно дойдет и до прямых боестолкновений, которые, в свою очередь, могут перерасти в полномасштабные военные действия. Кому и зачем нужно все происходящее? Ведь по обе стороны линии соприкосновения прекрасно понимают, что возврат ситуации к ее горячей фазе образца 2014-2015 годов не принесет ничего хорошего ни Киеву, ни Донецку, ни Луганску. Что самое главное, новая эскалация однозначно не приведет к окончательной победе одной из сторон. Такой же мысли придерживаются и все, без исключения эксперты, оценивающие сегодняшние события. Впрочем, разгадку их смысла стоит скорее искать не в военной, а сугубо в политической плоскости. Дан приказ из Вашингтона. То, что в принятии более или менее серьезных решений, как в области собственной внутренней политики, так и тем более, на внешнеполитическом фронте, любая постмайданная власть Украины совершенно не самостоятельно и ровно на 100% зависит от поступающих из вне указаний, ни малейшему сомнению не подлежит. Следовательно, в этом же находится и объяснение нынешнему обострению на Донбассе. Причем рассматривать таковое необходимо исключительно в контексте всех прочих резких телодвижений, во множестве сделанных Киевом за последнее время. Итак, что же на самом деле происходит? Прежде всего, Владимир Зеленский, в котором многие весьма опрометчиво видели фигуру, способную найти путь, если не к разрешению идущего в стране с 2014 года гражданского конфликта, то хотя бы к его деэскалации до той стадии, когда стороны смогут вести хоть какие-то переговоры и решать как минимум самые наболевшие вопросы, начал проводить политику, абсолютно противоположную этим надеждам. Более того, нельзя даже просто сказать, что в своем политическом курсе он превратился в точную копию собственного предшественника Петра Порошенко. Кое в чем Сивачелова-Гетьмана комик уже далеко переплюнул. При Порошенко не было столь масштабной охоты на ведьм с закрытием оппозиционных телеканалов, попытками провести тотальную зачистку интернета, ведением санкций против неугодных политиков и тому подобных вещей. Петр Алексеевич при всей своей недалекой агрессивности, как огня боялся осуждения Запада, а потому держался хоть каких-то рамок. Зеленский же прет на пролом, на глазах превращаясь в маленького и злобного диктатора с масляными глазками и медовым голоском. И если он себе позволит такое, значит, на то есть добро от хозяев. То, что сейчас Киев полностью находится на ручном управлении из Вашингтона и в несколько меньше степени из Лондона, доказывает множество совершенно безумных, на первый взгляд, поступков его руководителей. Отказ как от российской, так и от китайской вакцины и закупка для прививок по бешеной цене более чем сомнительного препарата с британскими корнями Ковишилд, поставленного британской же компанией Crowns Agents. Предательский удар по китайским инвесторам, пытавшимся приобрести акции авиапредприятия Motor Sich, обман которых может обойтись Украине в 5 миллиардов долларов и полный разрыв отношений с главным торговым партнером – Китаем. Участие в многочисленных провокациях против законных властей Белоруссии и подготовка боевиков для тамошнего Майдана – в ущерб, опять-таки, одному из основных направлений внешнеэкономического сотрудничества. Раскачивание ситуации на Донбассе наверняка является звеном той же цепи. Это лишь слепое исследование полученной команде, которую выполняют, даже не задумываясь о возможных последствиях. Впрочем, пряник для Зеленского в данном раскладе все-таки предусмотрен. Очевидно, в обмен на его полнейшую лояльность, Вашингтон всерьез принялся за наиболее значительного украинского олигарха Игоря Коломойского, какое-то время считавшего нового главу государства своим карманным политиком. Напомню, для того, чтобы воспринимать политическую картину, незалежной в истинном, а не показном виде, ее необходимо рассматривать через призму взаимоотношений тамошних олигархических кланов, а не как непровластных и оппозиционных партий, абсолютно стоящих друг друга по степени продажности и низкой социальной ответственности. Майдан против Януковича развязали как раз олигархи, а не госдеп, который просто подключился к уже начатому мероприятию. Зеленский с помощью американских партнеров пытается обезопасить себя от подобного сценария. Нет, будут торги. Желают ли в США полномасштабного вооруженного конфликта на Донбассе, в который практически со стопроцентной неизбежностью вмешается Россия? Скорее нет, чем да. Доказательства. Извольте. Прежде всего, нынешний глава Белого дома, очень плотно курировавший Украину во времена Барака Обамы, всегда был последовательным и категоричным противником большой войны. Еще один момент. Во время оглашения официальными представителями Пентагона планов по оказанию Киеву военной помощи в нынешнем году было сделано конкретное заявление. ПЗРК «Джевелин» в ее числе не предусмотрено. Если бы в Вашингтоне планировали бросить ВСУ в наступление на Донецк и Луганск, то наверняка подкинули бы им какое-то количество этих комплексов, как для поднятия общего боевого духа, так и для того, чтобы заснять эффектное видео о том, как лихо эти ПЗРК поражают ржавые русские танки. Организовать соответствующую постановку проблем бы не составило. Ну и, наконец, главное, военное столкновение, в котором будут участвовать вооруженные силы России, тем более с совершенно предсказуемым результатом, Соединенным Штатам не нужно. В особенности сейчас, когда Кремль очень убедительно и однозначно продемонстрировал свои намерения следовать собственным курсам, не обращая на окрики с Запада абсолютно никакого внимания. Предположим, ВСУ попытаются провести на Донбассе генеральное наступление с применением всех доступных сил и средств, вплоть до остатков боевой авиации и тактического ракетного оружия. В этом случае, скорее всего, повторится сценарий 2008 года, вот только последствия для Киева будут куда печальнее, чем для Тбилиси. Вряд ли Москва допустит повторение собственных ошибок, сделанных тогда. Что дальше? Новые санкции. Проехали. Эта тема не стоит даже того, чтобы тратить время на ее обсуждение. Вмешательство НАТО в вооруженный конфликт на стороне Украины. Еще невероятнее. Так зачем же в таком случае Киев упорно и последовательно подогревает ситуацию, наращивая конфронтацию? Скорее всего, окончательной целью, так сказать, программой максимум, в которой полностью пересекаются интересы как Украины, так и США, является глобальное переформатирование всего переговорного процесса по Донбассу. Минские соглашения, являющиеся абсолютно невыполнимой обузой для обеих сторон, Киев грозится пересмотреть давным-давно. На самом деле никто ничего не будет пересматривать. Эти договоренности, полностью превратившиеся в пустые бумажки, попросту разорвут и выбросят на помойку. Та же примерно судьба ожидает и нормандский формат, от которого ни жарко, ни холодно ни Киеву, ни Москве, ни Донбассу. На Украине четко осознают, что в деле давления на Россию Берлин с Парижем помощники те еще. Меркель вполне закономерно трясется над Северным потоком 2, Макрон толкует о смерти мозга НАТО и необходимости налаживания отношений с Россией. То ли дело Британии и США. Вот эти из русских все жилы вымотают, ничего им не уступят и будут прессовать до последствий. В Киеве рассуждают сегодня именно таким образом. Однако просто так взять и отменить Минск и Нормандию, не оказавшись тут же в роли виновников срыва процесса мирного урегулирования, тоже не могут. Готов поспорить, эскалация на Донбассе является первым шагом к резкому, но точечному обострению конфликта, за которым и должно будет последовать то самое пресловутое переформатирование. Жертвы среди украинских военных и гражданского населения с украинской, естественно, стороны, правильно поданная СНН-картинка, признание ОБСЕ организации, которая оказалась не в состоянии предотвратить кровопролитие и вспышку войны. А далее в игру входит Вашингтон, представители которого как раз и смогут урегулировать кризисную ситуацию, снискав себе лавры миротворцев, заодно посрамив европейскую дипломатию и плотно застолбив за собой право на дальнейшее ведение дел по Донбассу. В США наверняка уже назначен новый специальный представитель по соответствующему вопросу, а скорее целая группа переговорщиков, главной задачей которых будет выкручивание рук Москве, причем далеко не только по поводу Донбасса и Украины. Соединенные Штаты таким вот подлым и кровавым образом хотят создать коммуникационную площадку для взаимодействия с нашей страной, с выгодных, как они считают, позиций. Украина стремится избавиться от осточертевшего Минска-2, вернуться к сладким грезам о деоккупации и просто выполняет указания. Исходя из всего этого, с самой высокой степенью вероятности можно предположить, что никакого генерального наступления не случится. Донбасс будут терзать ровно настолько, чтобы спровоцировать на более или менее весомый ответ, при этом ни в коем случае не доходя до той опасной черты, за которой на горизонте замаячат российские военные колонны, идущие на запад. Хочу заметить, сегодня в Киеве предпринимаются все шаги, необходимые именно для движения в таком, а не каком-либо еще направлении. К примеру, в тамошнем парламенте сейчас находятся на рассмотрении законопроекты номер 4060, 4641, 4642, в соответствии с которыми все граждане страны, не задекларировавшие наличие двойного гражданства государства-агрессора, подлежат безусловному преследованию, от уплаты громадных штрафов до тюремного заключения сроком на 5 лет. Если они будут приняты, угроза расправы нависнет над всеми 350, или по другим данным 400, тысячами жителей Донбасса, уже имеющими российские паспорта. Чем не замечательный повод для шантажа в процессе дальнейших переговоров. Так что сравнивать сегодня силы и средства стягивающихся к линии соприкосновения корпусов ВСУ с потенциалом защитников Донбасса вряд ли имеет смысл. Перед нами, скорее всего, не преддверие крупной наступательной операции, а первая фаза хитрого внешнеполитического спектакля, затеянного Украиной и США. Реагировать на эти действия Москве в любом случае придется, однако вряд ли в военной плоскости.